здравствуйте дорогие пятиклассники я рада вновь приветствовать вас на уроке русского языка надеюсь вы в хорошем настроении и будете очень активными начнем наш урок с рубрики слово дня сегодня это календарь календарь существительное мужского рода слово имеет латинские корни оно образовано от слова календы так назывался первый день каждого месяца в году у слова несколько значений первое справочная таблица или книжка в которой перечислены в последовательном порядке все дни года с делением на месяцы и недели настольный календарь отрывной календарь уменьшительная форма календарик второе значение таблица или книжка дающая сведения о каких-либо обычно природных явлениях в порядке последовательности дней года астрономический календарь третье значение система счисления длительных промежутков времени в основе которой лежат периодические явления природы связанные с движением небесных светил лунный календарь юлианский календарь григорианский календарь мы живем по григориан скому календарю четвертое значение распределение по дням месяцам отдельных видов деятельности календарь работ календарь соревнований совсем скоро мы откроем новый календарь но прежде последуем доброй традиции поблагодарим уходящий год за все хорошее что было в нем зато новое и интересное что мы узнали разгадайте кроссворд и найдете спрятавшееся в нем слово он бывает толковый и орфоэпический создатель самого популярного толкового словаря словарный запас одного человека значение слова содержащие его смысл какое это значение слова одной и той же части речи которые пишутся и произносятся по-разному но имеют сходное лексическое значение раздел науки о языке в котором изучается слово и его лексическое значение слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением на прошлых уроках мы изучали с вами лексику русского языка и различные лексические явления и сегодня вы сможете оценить свои достижения сегодня на уроке мы вспомним и закрепим знания о том как образуются синонимические ряды и какую роль играют в речи синонимы как антонимы помогают выразить свои мысли чувства и эмоции как знание лексики помогает избегать речевых ошибок а теперь отгадайте загадку согласиться со мной детвора в детстве главное дело игра как здорово быть ребенком ведь существует столько веселых игр а какие больше всего нравятся вам настольные командные компьютерные а может зимние игры а можно ли играть прямо на уроке сегодня у нас необычный урок и мы поиграем в игру самый умный или проверь себя по теме слова и его лексическое значение вам предстоит быть и участниками турнира и судьями почитать свой личный результат вам помогут елочные игрушки и новогодние украшения собирайте их в свою копилку за правильные ответы первый тур нашей игры собери слово поставьте буквы в слове в правильном порядке стиль значение описание натюрморт статья алгоритм следующий тур третье лишнее выберите лишнее слово в ряду дым заставка чистописание чистописание ловить Дождь. Тихоня. Третий тур. Знатоки, пословиц. Знание пословиц и уместное их использование делает речь выразительной и более убедительной. А сумеете ли вы отгадать пословицы по двум словам? Учение – свет, а не учение – тьма. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Встречают по одежке, провожают по уму. Глупый осудит, а умный рассудит. Добро всегда побеждает зло. Кстати, какие это слова? Выразить народную мудрость помогли противопоставления. Слова – антонимы. Следующее задание называется «Разложите по полочкам». Сопоставьте термин, его определения и примеры. Однозначные слова – слова, имеющие одно лексическое значение. Например, снегирь, автобус, сентябрь. Многозначные слова – слова, имеющие несколько лексических значений. Носик, крыло, месяц. Амонимы – слова, которые пишутся и произносятся одинаково, но имеют разное лексическое значение. Составьте с данными словами синонимические ряды. Выберите в каждом ряду слово, которое выражает наиболее общее лексическое значение. Известие, сообщение, новость, весточка. Искусственный, ненастоящий, поддельный, фальшивый. Занимательный, захватывающий, удивительный, увлекательный, интересный. Шестой тур. Прочитайте текст. Замените выделенные в нем слова синонимами, чтобы избежать неоправданного повторения. Я просыпаюсь и подхожу к окну. Морозное солнечное утро. Синее огромное небо над головой. Все засыпано снегом. Он ослепительно блестит на земле, отражая солнце. Серебром сверкают в синеве небо стволы берез. И ярко горят кристаллики снега на ветвях деревьев. Сияют снежной белизной стены домов. Светятся железные крыши. Переливаются и искрятся на солнце свисающие с крыш сосульки. Невозможно оторвать глаз от этой фантастической красоты ясного зимнего утра. У вас могло получиться по-другому. Но если вы подобрали синонимы и ни разу не повторились, значит хорошо справились с заданием. Седьмой тур. Отгадайте загадки и подумайте, что объединяет их разгадки с точки зрения лексики. Я жилище для зверька, для сверчка и паучка. Есть ещё и тёзка мой, редкостный зверёк пушной. Норка. Я от солнца, от огня. Яркий луч несёт меня. Но бывает смысл иной. Весь огромный шар земной. Свет. Я всё то, что есть на свете. Все народы на планете. Мой амоним враг войны. Друг труда и тишины. Мир. Уверена, что вы правильно ответили. Все разгадки, слова амонимы. Следующий тур называется «Редактор». В этом туре предлагаю вам найти и исправить речевые ошибки в предложениях из сочинений ваших ровесников. Я надел пальто и пошёл гулять. Наш класс известен всей школе хорошими отметками. У дороги рос старый гриб. Наша команда проиграла из-за отсутствия двух ведущих спортсменов. Она уверена в своих силах. А сейчас немного отдохнём. Сделаем зарядку для глаз. Следите за полётом снежинок. Снежинки спускаются с неба. Всё ниже, всё ниже. С угробы пушистого снега. Всё выше, всё выше. Шаги уходящего года. Всё тише, всё тише. А песенка нового года. Всё ближе, всё ближе. Нас встретит сказка в этот час. Под ёлочкой лесной. И не покинет больше нас ни летом, ни весной. И ждёт нас чудо впереди. И в шутку, и всерьёз. Скорее в гости приходи к нам, Дедушка Мороз. Снежинки спускаются с небом. Всё ниже, всё ниже. С угробы пушистого снега. Всё выше, всё выше. Шаги уходящего года. Всё тише, всё тише. А песенка нового года. Всё ближе, всё ближе. Я хочу рассказать вам сказку. Давным-давно в одном королевстве жил-был принц. Ещё в раннем детстве он остался без родителей. Поэтому все жалели его и баловали. И он вырос грубым и капризным. И главное, не научился никого любить. Поговаривали даже, что у него деревянное сердце. Принц, как всегда, изводил своих придворных капризами и придирками. Все они старались угодить своему любимцу. А он только издевался. Чужие слёзы веселили принца. Тогда решил вмешаться волшебник. Он надеялся помочь бедному принцу. И подарил ему волшебный орех-крокоток. Своим волшебством он мог растопить сердце принца. Но капризный принц рассмеялся такому подарку и бросил его со злостью. Волшебный орех в наказание превратил юношу в деревянную игрушку щелкунчика. Помогите расколдовать принца. Измените словосочетания, подобрав к выделенным словам противоположные по смыслу. Деревянное каменное сердце, горячее сердце. Холодный взгляд, нежный взгляд. Колкие слова, ласковые слова. Тяжёлый характер, мягкий характер. Тёмные мысли, светлые мысли. В каком значении мы используем прилагательные в этих словосочетаниях? В переносном. А в сказке расколдовать принца помогло горячее сердце и ласковые слова доброй девушки. Наш турнир подошёл к концу. Вы можете подсчитать свои результаты. Надеюсь, что задания были для вас нетрудными, и вы легко с ними справились и собрали полную коробку новогодних украшений. Если ваша коробка наполнилась не до конца, значит, вы можете ещё раз самостоятельно повторить материал прошлых уроков. Гнутся ветви мохнатые, вниз к головкам детей. Блещут бусы богатые переливом огней. Шар за шариком прячется, а звезда за звездой. Нити светлые катятся, словно дождь золотой. Поиграть, позабавиться собрались дети тут, и тебе, ель красавица, свою песню поют. Всё звенит, разрастается, голосков детских хор, и сверкая качается ёлки пышный убор. Интересно, а вы уже нарядили свою домашнюю ёлку? Давайте вместе украсим нашу ёлку игрушками, которые собирали во время урока. Чтобы повесить украшения, вам потребуется всего лишь отгадать новогоднюю загадку. За окном сверкает снег, начинают стрелки бег. Чтобы праздника дождаться, бить часы должны... 12 Что это такое? Грохочет, нет покоя. Огоньки и там, и тут. Это праздничный салют. Разноцветная спираль, раскрываясь, мчится вдаль. Завитки один в один. Это яркий серпантин. Он прячется под ёлкой, и сразу не найдёшь. Но в день определённый его так долго ждёшь. Он так бывает ярок. Зовётся он подарок. Всё искрится и сияет, всё вокруг шумит, стреляет, веселится весь народ. Это значит Новый год. Под нашей ёлкой спрятан подарок для вас. Надеюсь, эта весёлая песня подарит вам настоящее новогоднее настроение. А наш урок подошёл к концу, и я благодарю вас за внимание. Желаю вам весело привести наступающие праздники. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!